Всем привет, ребята! На связи Republic of Gamer, с вами Никита, и сегодня у нас новый обзор необычного гаджета. И это игровой контроллер для смартфонов под названием ROG Tesson. Удостоенный наград портативный игровой контроллер для смартфонов наделен программируемыми лепестками на задней панели, джойстиками консольного уровня и высококачественными механическими переключателями. И давайте сразу же посмотрим на него поближе. Сразу же хочу отметить, что это единственный мобильный контроллер со складной конструкцией, доступный на сегодняшний день на рынке. Как я уже сказал, он оснащен программируемыми задними лепестками, также резиновыми накладками для совместимости со смартфонами в чехлах, механическими переключателями для фронтальных кнопок и крестовины D-Pad, а также джойстиками, то бишь стиками, как на консольных контроллерах. Все для максимальной портативности, удобства и точности управления. Благодаря особой конструкции и функциональности контроллер ROG Tesson завоевал престижные международные награды IF Design Award 2024 и Red Dot Award 24 за уникальный дизайн. Так вот, игровой контроллер легко складывается, что позволяет переносить его в любой сумке или даже кармане. Смартфон надежно фиксируется в альбомной ориентации. Это, конечно же, очень удобно. Чтобы установить смартфон, нужно присоединить его к штекеру USB-C на правой стороне контроллера, затем поднять левую сторону контроллера и передвинуть его по телескопической алюминиевой направляющей, чтобы закрепить смартфон. Специально удлиненный штекер и входящий в комплект резиновые накладки позволяют использовать смартфон в защитном чехле. Игровой контроллер ROG Tesson разработан для того, чтобы управлять игровым процессом на смартфоне было так же удобно, как на современной игровой консоли. Правый джойстик высотой 18 мм с ходом на 22 градуса позволяет точно контролировать каждое движение. А благодаря эргономичной форме рукояти руки не устают даже после долгих игровых сессий. Важно отметить, что в кнопках на фронтальной панели и крестовине D-Pad используются высококачественные механические переключатели, обеспечивающие быстрый тактильный отклик и, конечно же, долговечность. На задней панели игрового контроллера ROG Tesson имеются два алюминиевых лепестка, которые можно запрограммировать на выполнение сложных внутриигровых команд. Это можно сделать буквально сходу с помощью специальной кнопки ROG или через приложение Armory Cray. В приложении Armory Cray также можно переназначить кнопки и персонализировать эффекты встроенной подсветки контроллера. Специальную кнопку ROG на контроллере также можно настроить для быстрого выполнения различных команд. Например, для создания скриншотов, записи игрового процесса, переключения эффектов подсветки или запуска приложения Armory Cray. Благодаря реализованной в контроллере Tesson сквозной зарядки с мощностью 18 Вт можно играть и одновременно подзаряжать смартфон. Эта удобная функция позволяет полностью сконцентрироваться на игровом процессе, не беспокоясь о проценте заряда аккумулятора смартфона. Кстати, стоит отметить, что частота опроса контроллера составляет 500 Гц, что гарантирует молниеносный отклик на действия пользователя в играх. Контроллер оснащен встроенной RGB-подсветкой Aura, которая предлагает широкие возможности настройки и персонализации для создания уникальной геймерской атмосферы. Фронтальная часть корпуса украшена орнаментом со множеством мелких логотипов ROG, а на задней поверхности предусмотрена рельефная текстура, чтобы устройство комфортно ощущалось в ладонях и не ускальзывало из рук. Еще добавлю, упаковка контроллера Aura G Tesson отличается экологичностью. Она изготавливается из материалов с сертификацией лесного попечительского совета FSC и может использоваться в качестве подставки для контроллера, когда устройство не используется. Что у нас в итоге? Уникальный дизайн со складной конструкцией, отмеченной наградами, совместимый со смартфонами в чехлах, удобное управление как на консольных контроллерах, алюминиевые лепестки на задней панели, подключение по USB-C со сквозной зарядкой мощностью 18 Вт, ну и конечно же стильное оформление. Ну а я вам говорю, до новых встреч, спасибо большое за просмотр, с вами был Никита, это Republic of Gamers, оставайтесь с нами, впереди у нас, как и всегда, много интересного. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok